сегодня у нас с вами третий урок и продолжим изучение букв на предыдущем уроке вам говорила про гамзу то как она произносится согласовками еще раз повторю а и и вспоминаем все эти моменты которая говорила про произношение огласовки в этом примере она везде пишется над или под олив то когда она у нас будет читаться будем говорить позже но важность заметить что харф олив является одним из таких харфов которые в написании не будут ни при каких обстоятельствах соединяться с последующей буквой то есть стой которая будет у нас писаться слева до следующим ну может соединяться с предыдущей буквой в зависимости от того какое ее положение к таким же буквам который имеет такие же как бы правило соединение относятся и последующая буква которую мы сегодня возьмем это харф ра-ра-ра как мы видим написание ее здесь у вас есть единственное что следует заметить это то что ра-ра такая буква которая может это вот ниже в третьей строчке мы замечаем да если у нас олив это буква которая пишется только на строчке строго на строчке не прыгая выше не опускаясь ниже тара она начинается как бы выше строчки а заканчивается ниже да вот если мы посмотрим то вот строчка соответственно кончик про выше строчки начинается и опускается ниже важно и и наклон то есть мы не пишем так прямо куда-то вниз да мы не пишем так почти что прямо она плавно закругляется закругляется иногда может она быть чуть-чуть ровнее писать и чуть-чуть закругленнее это уже все зависит от почерка но главное что мы ну я ее сравнивают как человек лежит на таком кресле до разложившись вот так вот мягкое кресло мы прям вот так вот очень комфортно и лыжи и лежит до или на кровати то есть он не не сжат вот тогда потому что это уже будет схожи с другой буквой именно вот такой полу лежа а единственное что мы смотрим что она не на строчке ложится а вот как бы чуть-чуть вниз ноги вниз и опять же пишем мы справа налево соответственно мы пишем сверху вниз также да также мы пишем сверху вниз посмотрим сверху значит вторую строчку если она у нас идет согласовкой видим сверху это у нас согласовка фатха дает звук а коса снизу да это и и бомбы сверху напоминают это у и так ра ри ру ра ри ру звучание немножко похожи с узким ни в коем случае не пытайтесь сделать ее как английская завернув язык назад да то есть это не ра ри нет это буква да она не произносится как английского ра 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 плюс мы видим два положения у нее бывает твердая и мягкая сказкой данном случае она будет мягкой ра ри ру ра ри ру запоминаем прописываем эту букву дома соблюдая строчку да то есть пропорции и строчку и нижняя строчка у нас уже добавляется еще одна огласовка виде нолика на самом деле в коране она может выглядеть по-разному про это иншала будем говорить с вами позже то есть оно может выглядеть как такое ну полу зернышко на так что то есть может вот так выглядит допустим урон и вот такой знак сверху или в обычных книжках да это как какой нолик этот нолик это сукун который говорит об отсутствии какого-то гласного над этой буквой то есть данном случае это то есть это не аро или не ари или ару а просто буква без гласовки из какого-то гласного звука ару далее следующее у нас и и и и и и на ту сера у нас мягко потому что перед ней кастром и последний оргу 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 опять же сукуна прописывайте проговаривайте обязательно проговариваете соблюдаете строчку и встретимся с вами на следующем уроке ассаляму алейкум арахмату влаги в баракет